В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналист информационной службы и я Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. В ковидных отделениях одесских больниц потребление кислорода выросло в несколько раз, и городское руководство пока не знает, когда он будет. Суд об избрании меры пресечения заместителю мэра Одессы Олегу Брэндаку перенесен на 26 октября. Одесситам предлагают платить за отопление вперед согласно новым условиям поставок газа. Гарантию своевременного начала отопительного сезона мэрия не дает. По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезни Минздрава Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 608 одесситов. На лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 274 пациента с коронавирусом. Из них 21 человек в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 253 пациента. Из них 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В городской больнице номер 5 проходит лечение 314 пациентов с COVID-19. В 8-й 79 человек. В 1-й 97, в 10-й 80. В детской городской клинической больнице номер 3 57 детей. За последние сутки зарегистрированы 12 новых случаев у детей. 6 мальчиков и 6 девочек. Ковидным отделением Одесских больниц нужен кислород. С началом новой волны заболеваемости его потребление выросло в несколько раз. В мэрии пока не знают, как обеспечить спасение тяжелых больных. Осенний рост заболеваемости COVID-19 был предсказуем. Об опасности предупреждала Всемирная организация здравоохранения и Министерство здравоохранения Украины. У местной власти оставалось время, чтобы подумать о снабжении больниц всем необходимым. В том числе кислородом, который является незаменимым средством спасения тяжелых больных. Когда Одесса оказалась в красной зоне, наша мэрия спохватилась. На заседании оперативного штаба под руководством городского головы проблему наконец заметили. Кислород действительно был и остается, к сожалению, проблемой. К сожалению. Что мы делали? Из расчетов тех, которых мы закончили предыдущую волну, мы понимали, какой объем кислорода нам нужен. Из этого расчета мы закупили кислородные станции, мы установили концентратор. Но мы не производим кислород. Поэтому мы думали, что кто-то будет думать о том, куда привезти этот кислород, делать разводку точек в больницах. И должны подумать, где брать этот кислород. В каких? К сожалению, наши производственные мощности, которым производство кислорода являлось не самым деятельностью, побочным, но его можно там производить. За лето не увеличились мощности производства. Мы, как и все, надеялись на то, что нам хватит. Кислородными станциями значительно уменьшается потребление нашей зависимости от подвозного кислорода. Но то количество кислорода, которое сейчас, оно выросло в разы. В разы. Я не хочу сказать десятки, но это в три-четыре раза. Безответственность чиновников дошла до крайностей. Не используется даже то, что есть. В больнице. Всегда я услышал информацию, которая меня удивила. Может Михаил Ильич что-то скажет, что у нас на Ядово в центре социально значимых хвороб есть емкость на 31 тонну. Есть емкость, на которой якобы Линда газ заполняет. Имея вопрос. У нас, если у нас есть такая емкость 31 тонну, неужели нельзя ее заполнить 31 тонну, а потом выбирать ее по мере того, где нам необходимо. Но это есть в Одессе уже у нас. И что мешает технически? Технически мне все сказали, что нет возможности как-то закачать. Есть возможность, а выкачать нет возможности. Технического решения не такого? Поставщики устанавливали этот цилиндр Линда газ. 30 на тонну? На 31 тонну. Это емкость, это не цилиндр. Емкость вот эту. И переходник, чтобы заправляют они же, их машина же и приезжает. И чтобы забрать оттуда, у них этот переходник, наши поставщики пробовали подключиться туда, у них нет этого переходника. Сегодня обратились на Линда газ, потому что им принадлежит эта емкость, как мы понимаем. И чтобы дали переходник, им можно было пользоваться. Поставить задачу, да еще в критической ситуации, еще не значит ее решить. Запасы кислорода на случай резкого увеличения заболеваемости должны были создаваться заранее, при условии ответственности чиновников за свои действия. Высший антикоррупционный суд сделал перерыв в земельном деле Труханова. Речь идет об избрании меры пресечения заместителю мэра Одессы Олегу Брындаку. ВАКС продолжит заседание 26 октября в 13.00. Прокуроры САП просят для Брындака содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен. Напомним, вице-мэра Одессы, как и других 15 фигурантов земельного дела Труханова, подозревают в незаконном присвоении земли города и бюджетных денег. Общий размер ущерба составил 689 миллионов гривен. Как сообщает издание «Чеснок», ссылаясь на информацию его инсайдеров, многие из фигурантов уже пошли на сотрудничество со следствием. В дальнейшем это поможет им смягчить приговор. ВАКС уже избрал меры пресечения с миллионными залогами почти половине фигурантов. Среди них сам одесский мэр Труханов, директор юрдепартамента Инна Поповская, экс-председатель депутатской комиссии по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывший прокурор Олег Жученко, соучредитель строительной компании Будова Дмитрий Димарский, экс-директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектр и бывший заместитель директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Владимир Родионов. Одесситам предлагают платить за отопление жилья авансом, то есть нести деньги еще до начала отопительного сезона за неполученную услугу. Но будет ли тепло в квартирах, мэрия гарантии не дает. Многие одесситы получили счета на оплату отопления уже недели за три до обещанного начала отопительного сезона 1 ноября. Коммунальное предприятие теплоснабжения города Одессы поясняет это новыми условиями договора на поставку газа. Предприятие должно платить за топливо авансом. Денег у горожан не требуют, а только рекомендуют заплатить в период за ноябрь. На сессии городского совета 15 сентября депутаты согласились заключить договор между коммунальным предприятием теплоснабжения города Одессы и газотранспортной компанией «Нефтегазтрейдинг». Впервые в нашей практике и в практике поставки природного газа вводятся авансовые платежи. Безусловно, это вызывает некоторые опасения, потому что наши клиенты рассчитываются с нами постфактум. Мы же должны оплатить за поставку природного газа на условиях предоплаты. Следующим таким спорным вопросом является начисление штрафных санкций. Начисление штрафных санкций применяется, если предприятие не своевременно проведет расчеты за природный газ. Но штраф начисляется не на сумму недоплаты, а на сумму всего объема поставленного газа в соответствующем периоде. Этот договор элементарно противоречит правилам поставки природного газа, которые утверждены на уровне национальной комиссии. И потому что не учитываются, учитываются исключительно только права поспечальника. Споживача, которым является коммунальное предприятие, он абсолютно ограничен во всех правах, которые закреплены на законодательном уровне для стороны любого договора. Именно поэтому был направлен согласно хозяйственному кодексу протокол разногласий. Этот протокол разногласий в установленный срок, это 20 дней, должен был быть рассмотрен той стороной. И таким образом должен был быть обмен своими предложениями, на что они соглашаются, на что они не соглашаются. Но, как было сказано коммунальным предприятием, этот протокол разногласий вообще остался без ответа. Это было большое количество встреч, переговоров на уровне Кабинета министров, премьер-министра, министров, где мы разъясняли позицию не только Одессы, а всех городов. Ассоциация городов Украины высказала, неоднократно высказала свою позицию по этому вопросу. Ситуация практически каждую неделю у нас проходили совещания, нарады, мы проводили мозговые штурмы. Местные власти украинских городов не сумели объединиться и потребовать у власти центральной обеспечить привычные и удобные для населения условия поставки газа государственным предприятиям. Вопрос в том, будет ли в случае авансовой оплаты тепло подаваться вовремя и смогут ли коммунальщики обеспечить нужную температуру воды. Жалобы на холод в квартирах поступают ежегодно, гарантии качества услуги нет. При этом одесситам продают кота в мешке. Сначала заплатите, а потом, если будет холодно, имеете право жаловаться и требовать перерасчета. На минувших выходных возле Дюка собралось несколько десятков людей против принудительной вакцинации. Протестующие требовали отменить сертификаты вакцинации. На митинге собралось достаточно много людей. Одесситы пришли с плакатами, на которых написано «Будущее наших детей в опасности», «Удаленное образование», «Отупление молодежи», «Поддельные сертификаты» и «Коррупция либо смерть от вакцины. Вместе мы победим». Они отмечали, что якобы обязательная вакцинация – это геноцид, а введение карантинных мер – незаконно. Также утверждали, что увольнение с работы из-за нежелания вакцинироваться тоже незаконно, а карантинные ограничения убивают бизнес. В то же время заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне. Последние дни в Одессе и области COVID-19 в день заболевают более тысячи человек. Десятки умирают. Больницы переполнены теми, у кого развились осложнения от COVID, в реанимационных отделениях свободных мест нет, а трубы печей одесского крематория дымят без остановки. Там едва успевают кремировать умерших от коронавируса. Добавим, несмотря на то, что митинг был мирный, в красной зоне эпидопасности проведения подобных мероприятий запрещено. Поэтому полиция составила на организатора акции протеста админпротокол по факту нарушения карантинных ограничений. Теперь активисту придется заплатить штраф 17 тысяч гривен. Участников акции к ответственности привлекать не будут. Одесская инновация. В городе появится вакцинобус. Это и технические приемы одновременно пиар-акция, которая, по мнению ее инициаторов, должна привлечь внимание к необходимости вакцинироваться. Автобус будет ездить по городу и вакцинировать всех желающих. Об этом заявил руководитель городского департамента здравоохранения. В минувшее воскресенье несколько десятков одесситов вышли на субботник. Горожане решили привести в порядок рыбасовую балку в Черноморке и создать там парк. Горы мусора от бутылок и выкуренных сигарет до стройматериалов поселились в рыбасовой балке. Как отмечают местные жители, их сюда сносят из окрестных зданий. Поэтому участники инициативной группы «Новый Люсдорф» решили организовать субботник и навести порядок. Для них это место очень важно. Утверждают, что рыбасовая балка – это сердце бывшей немецкой колонии Люсдорф и еще одна потерянная страница истории Одессы. Цель ценителей нашей истории и чистой окружающей среды превратить заброшенный участок в парк, которым он когда-то и являлся. Я вам просто хочу показать это место, потому что немногие знают, что у нас в киевском районе города Одессы есть еще такие места, которые могли бы быть использованы под развитие общественных зон. Просто хочу показать, в каком состоянии находятся эти места. Вот здесь фактически свалка и такие засмеченные везде. Все территории, которые так или иначе хотят каким-то образом осваивать под застройку, их целенаправленно превращают в такие свалки. Ну, конечно, сегодня нам было бы достаточно сложно это все убрать, но это необходимо сделать для того, чтобы показать, что общественность готова брать на себя ответственность и готова способствовать закладке новых зеленых зон, парков и так далее. К тому же в Черноморке очень мало мест для отдыха. Остался единственный пляж. Дом культуры сгорел и людям попросту негде проводить досуг, гулять. Добавим, что активисты уже собрали необходимое количество подписей, чтобы инициировать общественное слушание по поводу сохранения балки и создания парка. Однако пока Одесса в красной зоне, провести слушание проблематично. Но горожане решили не дожидаться слушания и уже начать уборку территорий собственными силами. Тем более, что работы здесь хватает. К сожалению, планирование городского по созданию закладки, скажем так, городского пространства, ну, оно просто отсутствует. Застройщики под себя выбивают площадки, по возможности застраивают в том числе зеленые зоны. А вот решения по планированию зеленых зон под эти застройки, под новые комплексы, их, в общем-то, не существует. И мы уже дошли до, в общем-то, такой степени, что целые районы в городе лишены, лишены не то что парков, не то что зеленых насаждений. Они лишены просто места, где они могут спокойно гулять с детьми. Также рассчитывают и на активное участие местных жителей в возрождении Рибасовой балки. Добавим, Рибасова балка появилась на карте Одессы еще в начале 19 века. Названа она в честь одного из основателей Одессы Хосе Дерибаса, Осипа Дерибаса, который одно время владел этой землей. Позже здесь появилась усадьба Карла Толя. По его инициативе в балке был разбит парк. А в конце 19 века – частный санаторий Антона Вирта. По словам одной из активисток, здесь же некогда располагалась масонская усадьба. А в санатории отдыхали Владимир Маяковский и Анна Ахматова. В Одессе Смарт врезался в трамвай. Есть пострадавший. Невнимательность и игнорирование правил дорожного движения приводят к чрезвычайным происшествиям на дорогах Одессы. Так водитель Смарта хотел проскочить, но в итоге оказался смят трамваем. Авария случилась на перекрестке Люздорфской дороги и улице Долгой в понедельник 25 октября. Как рассказали в Одесс-Горэлектротранс, водитель микроавтомобиля хотел проехать перекресток перед трамваем номер 3. Вагон врезался в легковушку, после чего она разлетелась на части. Пострадавшего водителя авто с травмами скорая увезла в больницу. Из-за аварии было временно приостановлено движение трамваев по третьему и двадцать седьмому маршрутам. В Одесской области за управление в состоянии опьянения привлечено к ответственности 92 водителя. Произошло это всего в течение одной недели, с 18 по 25 октября. За этот период патрульные проработали больше 8 тысяч вызовов. Инспекторы выезжали на 48 драк, прекратили 260 конфликтов. Об этом сообщает Пресс-служба управления патрульной полицией региона. За нарушение общественной безопасности составлено 337 административных материалов. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 1806 нарушителей. Отработано 214 дорожных транспортных происшествий. Восьми травмированные люди нашли 10 человек, находившихся в розыске. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию синоптиков о погоде. Я вам желаю только хороших новостей. До встречи. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 26 октября в Одессе переменная облачность. Ветер восточный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-8, днем 9-10, выше нуля. Субтитры создавал DimaTorzok